Война между Украиной и Россией идет уже три с половиной месяца, я имею ввиду горячая фаза войны. И продлится она максимум до середины февраля 2023 года. Именно так считает наш первый гость, политтехнолог Михаил Шейтельман, который это высчитал благодаря математической модели, которую вывел, основываясь на многочисленных данных. Ну, давайте поприветствуем нашего первого гостя. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Моя модель уже обросла, конечно, легендами. Рады вас видеть, рады вас слышать. Михаил, ну, давайте вот с этого, наверное, и начнем. С учетом вашего политтехнологического богатого опыта, с учетом вашего физическо-математического опыта, с учетом вашего военного опыта, вы воевали в двух... Не воевали, вы служили в двух армиях, насколько я знаю. Скажите, ну, в общем-то, я склонен верить вам. Да, вы специалист, как оказалось, широкого профиля. Но при этом можно ли поподробнее, на чем вы основывали свои умозаключения, однако допускали ли вы определенные математические погрешности или какие-то изменения политической константы, или как там у математиков это называется? Да, давайте действительно, уже не вы лично, я имею в виду, средства массовой информации, за месяц мифологизировали достаточно мой прогноз, поскольку не настолько уж он был прямо там просчитанный. Я сказал, что мои прогнозы основаны действительно на вот том комплексе моих знаний, который так вот случайно сложилось, что я действительно в нескольких сферах одновременно способен рассуждать при помощи инструментов из разных сфер. Я на самом деле расспросил большое количество и послушал большое количество военных экспертов, поскольку сам вообще даже близко им не являюсь, просто то, что я служил, ну, например, в советской армии, очень много мне дает знать его российская армия, об ее устройстве. Но вот математика, теория вероятности, теория хаоса и политика, политтехнологии и так далее, вот это все в сумме мне дает основания полагать, так сказать, что мой прогноз все-таки имеет высокую степень точности. При этом я, когда говорю, каждый раз оговариваюсь, я должен говорить сейчас. Это самая дальняя точка, в которой возможно продолжение этой войны. То есть, вот знаете, как в программе компьютерной, у нас выход возможен в любой день из нее. Выход в любой день. Она не может продолжаться дольше, она не может продолжаться, как некоторые считают, там, годами и так далее, потому что иссякнет запас. То есть вот эта война, она истощает ресурсы двух сторон, и ресурсов одной из сторон не хватит больше, чем на сегодняшнего дня 8 месяцев и одну неделю. Вот такой мой прогноз, вот он в чем заключается. Соответственно, военные действия будут прекращены, вынуждены одной из сторон. Она, грубо говоря, капитулирует, ну, условно, там, я не говорю о безоговорочной капитуляции, как Германия или Япония. Это будет какая-то капитуляция на каких-то условиях. То есть вынуждена одна из сторон будет подписать мирное соглашение, если эта война продолжится больше, чем 8 месяцев и одну неделю, начиная с сегодняшнего дня. Вот о чем я хочу сказать. Вы знаете, вы сказали, что война с точки зрения математики – это хаос. Но в нем есть два порядка. Расскажите, пожалуйста, какие? Да, хаос бывает первого и второго порядка. Чем они отличаются друг от друга? Значит, ну, во-первых, что такое хаос? Ну, так, я очень примитивно, чтобы меня, знаете, зрители математики меня сейчас начнут ловить. Я же по-народному буду объяснять. Хаос – то, что мы не можем, с одной стороны, описать простыми формулами, с набором формул, сказать, вот так это все передвигается. Нет, хаос мы так описать не можем. Хаос первого порядка – это, например, погода. Вот погода – это хаос первого порядка. Мы не можем ее в точности описать. Как вы знаете, мы не можем ее в точности предсказать, сколько бы мы ни пытались. Все попытки предсказать погоду все время сталкиваются с тем, что более-менее, плюс-минус, как-то можем, а что-то не можем. Точного прогноза нет. Вот когда мы, не знаю, посылаем снаряд, стреляем из пушки, мы абсолютно точно можем посчитать, куда он попадет. Именно точно. И благодаря этому есть антисистемы, которые лазерным лучом сбивают эти снаряды, потому что можем точно рассчитать. Погоду не можем. И она хаос первого порядка. Теперь, хаос второго порядка – это, например, биржа. Чем она отличается? Если мы будем прогнозировать погоду, хаос первого порядка, то погода не изменит свое поведение. Если мы скажем, что завтра дождь, это никак не повлияет на то, будет завтра дождь или не будет завтра. А вот если мы скажем, что завтра акции Apple вырастут на 13%, а мы с вами будем какими-то известными аналитиками при этом, а не просто вот сидеть здесь, где-нибудь с Wall Street, то это повлияет на поведение акции Apple, поскольку само наше заявление повлияет на поведение покупателей и, как следствие, на этот прогноз. И сам прогноз изменит его результат. Поэтому, когда мы говорим о войне, у нее есть тоже несколько составляющих. Есть составляющая чисто военная, то есть танки, пушки, самолеты, люди с автоматами бегают. Это хаос, мы не прогнозируем его результат. Вот даже если мы скажем, окей, с этой стороны 18 тысяч солдат, 12 тысяч, у них столько танков, столько пушек, они поехали туда, результат мы прогнозировать не можем. Это хаос первого порядка. Но прогноз такой битвы никак не отразится на ее исходе. Но сегодня мы имеем военно-политическое противостояние, военно-политическое. И в нем это уже больше схоже с поведением биржи, поскольку прогнозирование в этой ситуации может влиять на результат. Когда какой-нибудь Путин говорит, что это приведет к продовольственному кризису, это может повлиять на скорость, с которой будет заключено мирное соглашение. Понимаете? Михаил, я хотел, раз мы уже тут заговорили о математике и о цифрах, еще процитировать отрывок из одного из ваших интервью, в котором вы говорили следующее. Если Россия не прекратит эту войну и не сменит в том числе в государстве формацию, то нам не с кем будет воевать. Не то, что через 10, но и через 5 и через 3 года Украине воевать будет не с кем, потому что не будет России. Почему вы так мало времени отводите России? И возвращаясь еще чуть-чуть на полшага назад, когда вы говорили, что ресурсы истощаются и у той, и у той стороны, почему вы думаете, что у России не хватит ресурсов на многолетнюю войну? Потому что мы знаем примерно, тут я уже говорю, я опросил военных экспертов, я расспросил, какие нужны ресурсы, какие есть, что есть у России, чего у нее нет, что есть у второй стороны, то есть у Украины плюс Ленд-Лиз, плюс Запад. Дальше мы просто сопоставляем то, сколько, вот знаете, я, конечно, это достаточно примитивно делал, то есть честно скажу, что я тут не сидел с огромными бумагами, как этим занимались, например, такие же математики, вернее, более квалифицированные, чем я в сто раз, математики во время Второй мировой войны. Там сидели и взвешивали в количестве металла, в количестве тонн, правильно, производства. Вот столько-то тонн металла способна переработать Германия с ее союзниками, а столько-то там западные, ну, союзники, так сказать, антигитлеровской коалиции. Дальше эти тонны мы переводим в вероятность попадания снаряда в подводную лодку, бла-бла-бла, и дальше выводим, куда что приводит. Вот такие примерно расчеты мы производили, ну, примерно, еще раз говорю, очень примерно все это, с людьми, которые более-менее понимают военные техники, например. Точно так же я отдельно посмотрел на уровень поддержки, как он обычно меняется в похожих ситуациях. Уровень поддержки, ведь что в Украине, что в России, вот он будет меняться. И мы к февралю следующего года увидим совершенно другие уровни поддержки. И в регионах будут другие уровни поддержки. И мы, например, с удивлением обнаруживаем, что в Донецкой Народной Республике на днях уже выходят митинги протеста против того, что военные, там, типа, призывники Донецкой Народной Республики почему-то отправлены воевать в Луганскую Народную Республику, а это другое государство, совершенно нам недружественное, говорит Донецкая Народная Республика. Вот эти все факторы тоже нужно учитывать. Вот. Вот. Поэтому вот примерно так и оценил я то, что Россия не сможет. Ну, не сможет, но не будет у нее ресурсов. Она растолкнулась с огромной превосходящей ее силой, понимаете, Российской Федерации. Естественно, тут надо учесть и экономический аспект, и то, что Россия не может ничего покупать, то, что Россия не может производить, например, никакие микросхемы толком, то, что Россия не способна производить высокотехнологичное оборудование, не способна производить беспилотники. Она способна производить, ну, наверное, какие-то танки, но танки безактивной брони, как мы знаем, она способна производить. То есть у Украины качество вооружения все время растет, а у России качество вооружения все время падает, потому что уже Россия применяет беспилотники из МЧС взятые, которые вообще должны там за пожарами следить. Уже Россия привезла танки Т-62. И это мы дошли за 100 дней войны до этой стадии. Значит, соответственно, через еще 100 дней уже это будут танки Т-34, вместо беспилотников будут, так сказать, подбрасывать людей в воздух, чтобы они посмотрели, что там впереди. И все это будет как в анекдотах моего детства про китайскую армию, что утонула подводная лодка, погибли капитаны 500 грибцов. Вот примерно такой будет расклад сил. Вот из этого я исхожу. Вы знаете, вы приводили цифры, приводили аналитику. Вот у нас тоже есть информация по настроению в России, о чем думают сейчас люди. И вот очень интересная статистика. Почти половина россиян считают, что война с Украиной может перерасти в войну с НАТО. Около половины, это 48% россиян, считают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Россией и НАТО. Хотя весной 2016-го такой конфликт считали возможным около 20%. Ответьте, пожалуйста, как политтехнолог, почему в России у людей такое настроение, почему они думают, что Россия может воевать с НАТО? И насколько вероятен такой поворот в войне? Ну, к сожалению, он, наверное, не слишком вероятен, к моему сожалению, как жители Украины. Потому что, когда я сказал, что вот у нас есть предельная дальность, предельная продолжительность войны, есть выходы из нее, ведь выходы не обязательно только через мирные переговоры. Например, если война перерастает в войну между Россией и НАТО, то ее срок значительно сокращается. Поскольку для того, чтобы уничтожить весь военный потенциал Российской Федерации, НАТО понадобится, ну, не знаю, месяц, наверное, да, грубо говоря. Это если без ядерного оружия, а если без ядерного, если с применением, я думаю, минут 15-20 примерно понадобится для уничтожения военного потенциала, а также всех инфраструктурных объектов Российской Федерации. Поэтому это был бы радостный достаточно сценарий для Украины, начало перерастания войны в войну между Россией и НАТО. Но пока на данном этапе я как-то слабо себя представляю, поскольку все-таки у власти в России находятся люди, которые почему-то хотят жить, как ни странно. Вот, почему сами россияне начинают в это верить, но тут как раз секрета нет, на мой взгляд, поскольку есть абсолютно известная политическая линия всей пропаганды, она такая достаточно единая. Эта линия говорит следующее. Мы пошли воевать с Украиной, мы собирались тут быстро победить, ну, это же говорили, правильно? Но там оказывается НАТО, оказывается там НАТО. Мы сейчас воюем с НАТО, сообщают российскому населению. Поэтому мы тут немножко затянули из-за того, что НАТО тут. Ну и в конце они хотят же что сделать? Ну какой идеальный сценарий для Путина? Он хочет через месяц выйти из этой войны со словами «Мы тут столкнулись с НАТО, поэтому мы уже захватили прекрасные куски земли, их уже присоединим к себе, мы уже добились победы даже над НАТО, а сейчас мы будем готовиться к настоящей войне с НАТО, чтобы уже наконец захватить и всю эту Финляндию, Польшу и к черту до Берлина все остальное. Поэтому они сейчас всю эту разъяснительную работу и ведут. Они не могут же сказать, что они проигрывают Украине. Ну как это? Это необъяснимо было бы для телевизора. Знаете, Михаил, после вас нашим гостем сегодня будет Юрий Фельштинский, известный историк. Он как раз убежден, причем он об этом заявлял уже не раз, что НАТО обязательно вступит в эту войну, и это будут не отдельные какие-то попытки отдельных государств, а даже членам НАТО помогать каким-то оружием или плохо помогать оружием. Он уверен, что это рано или поздно произойдет. Ну и, собственно говоря, в России по этому поводу, понятное дело, я с вами абсолютно согласен, все хотят, наверное, спихнуть вот это возможное поражение на войну с НАТО, потому что проиграть НАТО, наверное, не так зазорно, как проиграть Украине. И при этом риторика кремлевская, она в последнее время все более и более становится агрессивной. И вы, наверное, слышали, да, и, возможно, читали, как Дмитрий Медведев, экс-президент Российской Федерации, сегодня выкатил в телеграм-канале пост, я его прямо поцитирую. Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу, они ублюдки и выродки, они хотят смерти нам, России, и пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Конец цитаты. Ну, собственно говоря, как вы на это отреагировали? Потому что министр иностранных дел Италии, например, он в ужасе написал, что, ну, я дословно не процитирую, но, скажем так, попробую передать. Он сказал, что мы тут надеемся на какие-то шаги в сторону мира, в сторону взаимопонимания, и вдруг нам выкатывают такое. Ну, в общем, итальянцы в шоке. Я напомню нашим зрителям, именно итальянцы выбегали вот этот миротворческий план, и вдруг Медведев их сегодня ошарашил. Как на это заявление реагируете вы? И еще сразу такой вопрос вдогоночку от меня. Как вы думаете, на что рассчитывает Кремль, давая вольную Медведеву высказывать вот такие вот месседжи? Это отвлекающий маневр, запугивание? Что это вообще такое? Давайте я начну вот еще на шаг раньше с Фельштинского, да, потому что надо понимать, я обязательно послушаю, что он говорит в этот именно раз. Я еще до войны сказал следующее, что эта война, ну, которую я ожидал, так или иначе, она обязательно закончится в Москве, и только в Москве и больше нигде. Она может закончиться двумя способами. Либо взятием Москвы силами стран НАТО, либо взятием Москвы силами там либералов, скажем так, да, российских. Вот других сценариев для окончательного окончания войны я не вижу. Поэтому все мои прогнозы, это про войну между Россией и Украиной. Это не означает, что она может не перерасти, да, в войну с НАТО сразу. Будет подписана какая-то бумага. Вот то, что через три года Россия нападет на НАТО, у меня нет сомнений. Или НАТО на Россию, там уже не важно. И это только с окончанием вот нынешней России в ее нынешнем виде эта война закончится. Поэтому либо НАТОвские танки в Москве, либо флаг либеральной России вот над Кремлем. Другого выхода нет. Не будет больше нынешней России в содружестве, так сказать, и в сотрудничестве с цивилизованным миром. Это исключено. Теперь к Медведеву. Я в целом согласен с его высказыванием. Вясню в чем. Он говорит, они нас ненавидят и хотят нас уничтожить. Нет, он говорит, да, я их ненавижу, а они хотят нас уничтожить, они хотят уничтожить Россию. Ну, по опросам, которые, в общем-то, опубликованы в открытых источниках, 85% граждан Украины именно так и относятся к россиянам, да. То есть, заметьте, вот мы сейчас на канале, в каком-то смысле, немножко на канале хороших русских, да, с вами общаемся. Извините, я это слово без иронии употребляю просто, ну, так уже пошло, да, последние две недели. Но 85% жителей Украины считают, что хороших русских не бывает, конечно. Ну, Россия это заработала, тут ничего нельзя сделать, да. Я понимаю прекрасно эти 85% украинцев, в которые я сам не вхожу. Я считаю, что есть узкая группа людей, к которым надо относиться иначе. Но к основной массе россиян, да, так. Конечно же, уничтожение России, как Российской Федерации, будет славной победой Украины. Я не имею в виду, что Украина сможет это достичь. Но если в результате этой войны развалится Российская Федерация, это будет праздник для всех украинцев. И правильный праздник России, еще раз говорю, это заслужило. Если ты напал, ты заслуживаешь любой казни и любого наказания. И исчезновение Российской Федерации не будет потерей для народов мира. Я же не говорю, что надо убить всех русских. Я говорю о том, что не будет такой страны, будет много маленьких прекрасных стран. Одна лучше, другая хуже. Почему нет-то? Да, так в Украине и хотят. Медведев прав. Не вызывает у меня сомнений. А то, что Медведева используют в качестве вот такой вот именно штуковины, ну, вы знаете, у них там роли-то расписаны. У них роли расписаны уже давно. И на протяжении конфликта, по крайней мере, они свои роли не меняют. У них есть вот Путин, который говорит редко, но метко, там вот какие-то такие реалистичные более-менее хотя бы вещи, что он там куда-то выстрелит или что-то такое, или там ядерное оружие применит. Есть Лавров, который выступает в качестве городского дурачка. Ну, вот явно, да, какую-то ахинею все время несет. Ну, его так и используют. Я не знаю почему, но ему такую выбрали. Вот он играет такую. А есть Медведев, который какой-то там, не знаю, уж извините, сейчас это... Нет, я даже не буду это говорить. Нет, как про Геббельса скажу. Знаете, Геббельса называли злобный карлик. Вот как бы Медведев играет роль Геббельса злобного карлика. Но отвели ему такую. Почему ему отвели на внутреннем каком-то совещании именно такую роль? Для меня загадка. Он не самый страшный из всех этих персонажей. Но вот отвели, он честно играет, заметьте. Вот он настолько старается, что прям святее Папы Римского. Вы знаете, 12 июня в Российской Федерации пройдут акции протеста. Это день Российской Федерации. И вот нам стало известно, что во многих городах будет проходить такая бурная акция возмущения, протеста. Люди уже собираются. Это все проходит тайно. Вот как вы думаете, каков будет результат? Людей очередной раз запакуют в автозаки? Ну, нам остается только надеяться. Нам, тем, кто все-таки хочет верить, что в России есть и остаются какие-то люди с совестью и совершенно с другим пониманием того, как устроен мир, и что такое будущее, и что такое, так сказать, глобализация и современный, что такое 21 век. То хочется, чтобы вышло как можно больше людей на улице. Это то, чего хочется. При этом я ни одного человека, естественно, не призываю, потому что кто я такой, чтобы кого-то призывать. Да и вообще Россия не моя страна, поэтому я не могу никого ни к чему призывать. Это нужно россиянам, а не украинцам в первую очередь. Я думаю, верить, ну, чтобы верить в саму Россию как-то. Ну, скорее всего, конечно, запакуют. Пока еще я не вижу, чтобы там хоть как-то менялось настроение и чтобы это все привело к перевороту. Ну, и потом, единственное, на что нужно, не то, что нужно, извините, такое глупое слово, единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это попытка свернуть существующий строй. То есть, если эти люди вооружатся, гранаты, пойдут бросать их в ментов, то это одно. А если они пойдут ставить с плакатами, то то, как вы описали, их посадят в автозаки и все спокойно разойдутся по домам, к сожалению, да. Люба, а ты веришь в то, что выйдет прямо вот так много народа, как ты себе представляешь? Скорее всего, мое личное мнение, это будут децентрализованные акции, которые будут носить разный характер. Где-то скрытый, где-то одиночный пикет, но эффект от этого будет информационный шум не более. Хотя в Кремле боятся. Вот хотела у вас спросить, мы тут недавно обсуждали этот вопрос. Значит, встретились как-то Кадыров и Шойгу. После чего войска Кадырова в количестве 30 тысяч остались в Москве сторожить Кремль. А те дивизии, которые, вот Вася вчера цитировал Олега Жданова, те дивизии, которые охраняли Москву в случае нападения врага, они сейчас воюют на территорию Украины. Как вы думаете, зачем встречались без Путина Кадыров и Шойгу? И почему к кадыровцам такое особое отношение, зная, что москвичи и питерцы ненавидят кадыровцев? И боятся их. И боятся их. Да, на самом деле русские, россияне, они боятся кадыровцев. Они просто еще не знают, что, оказывается, их можно и нужно бить. Но это уже такое дело. Мы об этом не говорили, вы этого не слышали, дорогие зрители. Но бить их нужно. Как вы думаете, почему? Мне кажется, что эта вся их встреча, ну и не только их встреча, а даже скорее эта история ваша про десятки тысяч кадыровцев, которые в Москве, она не направлена против российской оппозиции, не направлена против тех, кто потенциально выйдет на какие-то митинги, потому что их власть толком уже не боится. Ну и не говоря о том, что все заводилы, в общем-то, и все самые настоящие буйные, все уже за границей, ну вынуждены, естественно, большинство, или в тюрьме, или в тюрьме, как Навальный и другие люди. Поэтому я думаю, что силы кадырова сосредоточены действительно в двух местах, это в Москве и в Чечне. В Чечне они охраняют самого кадырова, а в Москве это силы, которые готовы в любой момент выйти на перехват власти. Потому что все понимают, я думаю, уже более-менее, и я точно сторонник этой версии, и мои наблюдения такие за открытыми, знаете, скорее даже кадрами, видео, набором встреч и всего остального, свидетельствуют о том, что власть Путина сегодня в России неустойчива. Власть Путина неустойчива. Вот сама система, так сказать, тоталитаризма, она устойчива, а система личной власти одного человека неустойчива. Талитаризм пока устойчив, но заменить Путина уже очень даже реально. Даже более вероятно его заменить, чем не заменить. Заменить, естественно, это не означает, один человек просто взяли одного там Петрушку, поставили другого Петрушку. Так в таких ситуациях не бывает. Это будет означать победу одного из крыльев, понимаете. Вот когда они решат все-таки завалить Путина, неважно там убивать его физически, или просто куда-нибудь там отрезать ему телефонную линию, или просто сказать, Володь, ну отойди, и он отойдет, естественно, если скажут нужные люди. То вот тут будет вопрос, потому что тут начнется разборка между кланами. И Кадыров и Шойго это один из кланов, это так называемые военные. В противовес ему есть большой клан спецслужбистов, Патрушев, Бортников и другие. Ну и других уже кланов там таких сильных-то почти не осталось. Патрушев, что интересно, кстати, не знаю, обратили ли вы внимание, он давал интервью аргументам и фактам, а он до этого интервью вообще никому никогда не давал, кроме как про волейбол. А аргументы и факты это мэрия Москвы, то есть в том стане еще и мэрия Москвы находится. И вот представьте себе, мэрия Москвы и спецслужбы решили поменять. Это реально? Реально. Взять Кремль реально? Реально. Отрезать Путина реально? Реально. В этот момент, если им это удается, то Кадыров и Шойго, они понимают, что они трупы просто, причем не политические, а физические. Поэтому, конечно, они должны охранять в этот момент Путина, либо сами занимать это место. Я думаю, для этого им и нужны такие большие подразделения там в Москве. А у кого еще есть такие подразделения? Давайте посмотрим. Армии не осталось, армия боеспособная вся в Украине, причем крошится каждый день. Есть еще Росгвардия, которая частично тоже крошится. Итого будет война. Вот как бы Росгвардия, кстати, она тоже там, я не помню, они там с Кадыровым или нет. Короче, надо еще посмотреть, у кого там в Москве больше всех сил. Может оказаться, что и у Кадырова. Кадыров же тоже один из претендентов на должность президента Российской Федерации. И ему, кстати, ее будет занять, в общем, проще, чем многим другим. Не проще всех, но проще, чем многим другим. Потому что у него есть реальная военная сила в Москве. По поводу Кадыровцев, да, вы правы, что Кадыровцы тоже имеют отношение к Росгвардии. Чисто формально Кадыровцы подчиняются Росгвардии. Это как одно из подразделений. Но по этому поводу, скажем так, очень много разногласий есть. Потому что Кадыров все время ставит своих бойцов, своих орлов на первый план. И в прошлом году, когда были соревнования между подразделениями Росгвардии из всех регионов России, я не помню, там, подразделение какого-то региона выиграло, а Кадыровцы возмутились, сказали, нет, это не они выиграли, это мы выиграли это соревнование. В итоге все зашло настолько далеко в этом противостоянии, что лично Золотов вмешивался и разнимал вот эти стороны. Поэтому Кадыровцы это тоже Росгвардия, но Росгвардия, которая стоит вне закона, как будто бы. Это что касается... Кстати, насчет Кадыровцев. Очень много Кадыровцев воевали в Украине. Да. Ну как воевали? Ну как, это груз 200, уже все, отвоевали. Ну, скажем так, да. И, кстати, хорошо, империя почистили, между прочим, буряты, с которыми в Херсонской области они сцепились, потому что не поделили награбленное. Это было в конце марта месяца, мы об этом говорили, даже целую передачу посвятили. Сначала ты, потом я, как раз у нас тогда эфиры еще не были парными, я это очень хорошо помню. Поэтому, насколько сильна армия Кадырова тут бабка надвое сказала, если их тут бурят и постреляли. Ну, просто главное не бояться. А вообще, возвращаясь к этой кремлевской теме, Михаил, я бы, во-первых, хотел и вам показать, и нашим зрителям показать. Вчера мы проводили на канале опрос. Опрос звучал так. Кто готовит кремлевский переворот? В общей сложности проголосовало больше 5000 пользователей. Ну и, собственно говоря, варианты Кадыров 8%, Гиркин 6%, Шойгу 5% и Путин перевернется сам. 81% вариант, который выбрали наши зрители. В этом контексте я бы еще все-таки спросил у вас, ну вот мы уже там несколько фамилий называли. На сегодняшний день, кто из приближенных Путина действительно может считаться настоящим приближенным? К кому Путин доверяет? Есть ли те, кто прямо вот правая рука и левая рука, и без которых Путин никак и никуда? И если вдруг Путина сметут, кто может стать вместо него? Очень интересные, кстати, результаты опроса. Неожиданно совершенно для меня, сразу скажу. Почему? У Путина есть... Почему неожиданно? И сейчас давайте я к этому тоже приду. Да, давайте расскажу, что я как это вижу. Для меня удивительные названные фамилии. Удивительные. То есть это какое-то такое представление очень... Значит, медиа складывает такое у людей представление, да. Потому что мне кажется, что подводные течения совершенно прям другие. Есть, насколько мне известно, я, конечно, не сам большой кремлевед, честно скажу, в этом мире, но так наблюдаю, да. Наблюдаю и слушаю. И есть, по-моему, три человека, которых Путин считает за людей, скажем так. Он их считает за людей. Остальные овощи. То есть остальные вообще, ну как бы полностью взаимозаменяемые. Любые просто. Зарежь этого, поставьте это, вообще все равно, да. Никто. Не люди. А есть люди. Это Патрушев. Это Бортников. И это упомянутые вами только что золото. Это вот три человека, чье мнение... Я не могу сказать, что там... Мне трудно, потому что я не знаю головы Путина уже современного. Другой Путин, чем был раньше, да. Поэтому не могу называть это словом прислушивается. Не могу сказать словом советуется. Но это люди. Он когда жмет им руку, он понимает, что он жмет руку некоему человеку. Он может с ним поговорить, как с человеком. Я сейчас, кстати, не беру его там чуть-чуть личных, да, друзей, там, вот, Ковальчука, да, но это совсем лично. Я беру все-таки больше политическое крыло. Вот три человека в этом политическом крыле. Раньше в таком был еще Шойгу, таков был Шойгу, но он проиграл свою партию полностью на этой войне и превратился в овоща по классификации кремлевского. Он тоже такой же овощ, как все эти, там, ну вот эти, там, Медведев, там этот весь, Лавров и так далее. Они не имеют значения. Так вот, интересно, что, что вот в вашем опросе совершенно не упомянуты те, по-моему, кто, собственно, наиболее вероятен, на мой взгляд, кто может перевернуть Путина. Перевернуть Путина может вот это крыло под названием Патрушев-Бортников. Перевернуть Путина и Золотов, я думаю, вот вы упомянули Золотова, и вот это тот человек, смотрите, какая тишина вокруг Золотова. Я не знаю, с кем он. Я не знаю, вот он с Шойгу и с Кадыровым, или же он с Патрушевым и Бортниковым. Просто не знаю, а это очень важно, очень важно. Вот, но в любом случае, значит, один переворот может осуществить вот это крыло спецслужбистское Патрушев-Бортников. Это не означает, что один из них лично становится президентом. Они могут поставить в качестве президента любого овоща, да, там, Мишустина какого-нибудь, вообще не важно. Вот, под Медведевым, кстати. И другое, совершенно другая история осуществления переворотов, в которую я верю более-менее, это олигархическая история. Мне кажется, рано списали все олигархов. Там есть олигархи и такие, как вот Дерипаска-Абрамович, который достаточно активнее, чем в этой войне. Прям много, каждый из них действий предпринимает. Абрамович собственными руками, как мы видим, ездит. Дерипаска посылает Лаврова, потому что он принадлежит на 100%, ну, он 100% принадлежит Дерипаске-Лавров. И работает на Дерипаску, собственно. То есть, вот они каждый своим путем, я думаю, что в каком-то сотрудничестве пытаются как-то этот конфликт завершить, потому что они много теряют. Абрамович хочет красивой жизни, он ее любит. А Дерипаска искренне любит Россию в экономическом смысле. Я сейчас без иронии говорю, что Дерипаска много раз производил впечатление человека, который вот прям хочет, чтобы заводы какие-то в России, там производили алюминий, все это работало. Им этим нравится управлять, но это его жизнь, его хобби одновременно, и его профессия. И он хочет, чтобы все это вернулось, и Россия вернулась в русском смысле, в мировую народу. Вот они, плюс Усманов, про которого мы самого слышим мало, но его медиа делает много на этой войне. У него есть, между прочим, Коммерсант, и он работает. У него есть Федерация художественной гимнографии, она работает. И Усманов тоже интересный игрок. Вот они в сумме как-то могут сковырнуть Путина, мне кажется. Ради будущего России. Но не ради будущего либеральной России, а ради будущего такой России без санкций и с экономическим процветанием. Кстати, вы говорили о Коммерсанте. Вот сегодня там вышла очень интересная информация. В России федеральный розыск объявили писателя Дмитрия Глуховского и оппозиционного политника-соратника Алексея Навального Владимира Милова. На это 7 июня обратило внимание российское издание Коммерсант. И Глуховский, и Милов есть в базе данных МВД России. Отмечают журналисты. При этом, по каким именно уголовным статьям их разыскивают, в карточках не уточняется. Карточки обоих граждан появились на сайте МВД 7 июня. Об этом пишет издание. Российское агентство «Интерфакс» сообщило сегодня, что еще 13 мая суд в Москве заочно арестовал писателя Глуховского по делу о фейках о вооруженных силах России, которые открыто вторглись в Украину 24 февраля. В Инстаграм Глуховский публиковал посты против войны, упомянув о человеконенавистническом безумии. То есть репрессии уже начались по полной программе. То есть в открытую, если раньше они тихо проходили, как бы под шумок, то сейчас уже по полной программе начинают запускать репрессионную машину. Потому что сегодня еще и закон ужесточили по поводу иностранных агентов. И ужесточили ответственность за госизмену. Комитет Госдумы Путинской России одобрил законопроект о заключении на 7 лет за публичные призывы против безопасности России и до 20 лет за участие россиян в военных действиях против Российской Федерации. И депутаты также одобрили проект закона о признании госизмены переход на сторону противника во время боевых действий. Вот о чем это все может говорить? Во-первых, коммерсант просто страшно читать. Если бы я был россиянином, я бы не читал коммерсант, мне было бы страшно. Не даром говорят, не читайте утром газет, чтобы не портить себе настроение. Нет, хуже, хуже. Вы не понимаете, хуже гораздо. Нет, все хуже. Это вот как в советское время, опять-таки, перестройка, Горбачев, там, не знаю, 88-й год, какой-то 87-й. И люди перезваниваются по телефону и говорят, ты читал сегодняшнюю передовицу правды? Нет, не читала, что там написано. Ой, это не телефонный разговор. Вот коммерсант иногда что-нибудь такое сейчас напишет, если вы за ним внимательно следите, как будто это оппозиционное издание. Вот прям посмотрите. Не в смысле, что они мнение выражают, но они какие-то такие факторы скрывают, что я каждый раз для меня это загадка, за кого же, с кем же товарища Успанова. Но это не относится к описанному вами случаю про Глуховского. Тут как бы коммерсант и коммерсант. Глуховский, интересно, что вот я тут недавно, когда говорили о русской культуре, я задумался, кто сегодня такие, кто сегодняшний, современный, не Пушкин, который был когда-то, а современная русская культура, это кто? И вдруг я выяснил, что это американский писатель Дмитрий Быков, испанский писатель Глуховский, британо-французский писатель Акунин и немецкие писатели Пелевин и Сорокин. Ну, еще израильский писатель Шендерович. В общем-то, вот она современная русская культура, если подумать, что интересно. Вот. Глуховский, конечно, ну что про него, про него-то можно сказать только, что он большой молодец и удивительно, что только сейчас его объявили в розыск. Вот. А что касается того, является ли это началом, как вы говорите, не как вы сказали, репрессий, да? Ну вот нет, пока нет, потому что все-таки репрессии начинаются тогда настоящие, когда приходят за всеми, за рядовыми гражданами. Глуховский не рядовой гражданин. Вот если вы возьмете, выпишите в список тех россиян, которые воюют против этой войны, публично воюют против этой войны, в медийном поле, подчеркну, то есть они известные люди какие-то, то мы их найдем, ну наберем какие-то, может быть, не знаю, наверное, 200 человек. Ну я очень условно говорю, конечно. Ну то есть тысячу мы не наберем, но определенно больше ста наберем. Вот их будет сколько-то вот столько. И вот их уже многих коснулась вся эта коса, так сказать, репрессий, потому что в розыск объявлен также и Невзоров, и Глуховский, а иностранными агентами уж объявлены просто огромные целые списки. И я думаю, что в розыске будут объявляться новых и новых людей, а посадили вот Карамурзу, да, за это время уже. Но массового-то пока нет. Пока за лайк-то еще вот то, что люди пишут у себя в фейсбучике что-нибудь такое антивоенное, за ними еще не приходят. Вот когда за ними начнут приходить, и когда мы увидим, что это миллионы, тогда это будет называться словом репрессии. Пока это пытаются расстрелять лидеров, ну и то, к тому же, заметьте, недосягаемых. Они же объявили в розыск того, про кого они знали точно, что они его не смогут арестовать. Поэтому пока не репрессии, пока это устрашение. То есть вот смотрите, мы с ним сделали это, поэтому каждый, кто напишет у себя в фейсбучике, не будет как с Глуховским. Вот примерно так. Но ведь это страшно. Я думаю, что сейчас со временем ситуация приближается примерно к тому, помните известное выступление пастора Мартина Немюллера, который говорил, что когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, а я не профсоюзный деятель. Потом они пришли за евреями, я молчал, я не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. Мне кажется, ситуация в России сейчас абсолютно идентичная. То есть начали уже приходить за условными коммунистами, социал-демократами, уже идут. И как вы думаете, насколько скоро начнут приходить за обычными гражданами? Очень мне трудно про это говорить, поскольку Россия чужая мне страна, и я никогда не был гражданином России, не жил в Российской Федерации, никогда я жил в Советском Союзе и родился в Ленинграде. Но я уехал еще из Советского Союза, поэтому Российскую Федерацию в нынешнем виде своей страной не считаю, хотя Петербург мой родной город. Поэтому оценивать то, насколько там сейчас, какая обстановка, достаточно сложно. Я, конечно, звоню, общаюсь, много друзей там есть. Но мне кажется, то, что я сейчас буду говорить, оно только главное, не хочу обидеть россиян, потому что мне кажется, что Россия уже умерла, прямо в большой степени умерла, как нынешняя, имею в виду нынешнюю структуру Российской Федерации. Там нет, мне кажется, протестного потенциала какого-то большого, я не вижу, поскольку в отличие от ситуации с той же Германией, тогдашней, я не знаю, сколько тогда из Германии успело убежать людей, но ведь тогда не было интернета и не было дешевых самолетов массовых. Вот мне кажется, из России успели убежать почти все. То есть там остались только те, кто, не знаю, очень старые люди, которые не могут убежать, потому что некуда там, не знаю. Или очень русские, ну то есть настолько русские, что они там не могут себе представить, вот у меня есть такие друзья, которые не могут себе представить, что они вообще живут за границей. Не, они против войны искренне абсолютно там и так далее, но вот они не могут себя вообще представить в каком-то другом месте. То есть они там были где-то туристами, но они не говорят, например, ни на каком языке, кроме русского, да, то есть это очень русские люди. И, по-моему, потенциала этого протестного нет, поэтому, ну мне так очень, вот это я прямо сейчас скажу, да, это так не прогноз, Плохо я чувствую Россию, но мне кажется, что все-таки уже ни за кем особо не придут массово, потому что не за кем. Уже некого бояться этой власти. Потому что когда вас станут ткачи ивановские, потому что им будет нечего жрать, тогда некому будет за ним прийти, потому что они и есть Росгвардия, эти ивановские ткачи. А вот некой там условной интеллигенции, которую брали и в Германии, и даже в России, например, в каком-нибудь 18-м году, ее просто практически не осталось уже в России. Просто их нет. Ну, еще одна новость, сегодняшняя новость о том, как в России закручиваются гайки. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, по которому решение Европейского суда по правам человека, принятое после 15 марта, напомню, что это дата выхода России из Совета Европы, не будут исполняться в России. Компенсация по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, будут выплачиваться только в рублях, только на счета в российских банках. Кроме того, решения судов Российской Федерации с этого момента будут иметь больший вес, чем постановление ЕСПЧ. Мне кажется, это очень показательное закручивание гаек, и теперь надеяться на какую-то справедливость в европейских судах, ну, в общем-то, россиянам больше не светит. Я давно так считаю, что какая справедливость, какие суды вообще, о чем речь? Я считаю, что любая попытка даже там в какие-то идти, не знаю, в российские суды и там отстаивать чьи-то права, ну, это какая-то комедия, и это подыгрывание режиму. Ну, вот честно, да, я считаю, что сегодня идти в российский суд для, ну, вот, например, сегодня один из российских таких видных либералов, который остался в России, даже не буду вспоминать, зачем, ну, я к нему очень хорошо отношусь заочно, да, он сказал, что он пойдет обжаловать свой статус иностранного агента. Но так как он очень публичная личность, то он из этого сделает, безусловно, некое, скажем так, перформанс и шоу, да. Для этого я понимаю, зачем идти, чтобы показать миру в том числе, какой беспредел творится в России. Но в практическом смысле, если бы это был не публичный человек, а какой-то более обычный, то, по-моему, это все полная бессмыслица, нет никаких судов, никакой России в этом смысле нет, никакого государства. Это чисто такой, вы знаете, бывает failed state. Это не failed state, конечно, потому что я смотрел, не подходит по формальным каким-то признакам, но это fake state абсолютный. И мы же понимаем, что по окончании войны не будет больше никакой там вот этой РФ в этом смысле, не будет никаких банков, которые вы упомянули, никаких рублей тоже не будет. Они все не будут засчитаны, просто придется их отменять и рисовать новые, потому что розданные совершенно левые какие-то суммы, совершенно каким-то людям левым, не имеющим никакого отношения ни к чему, и все эти бизнесы. Все это придется перечеркивать, стирать, вот стирательные резиночки, и все начинать с нуля, да. Не только в Крыму, в котором люди же какие-то прям сотни тысяч людей, россиян купили квартиры, да. Я считаю, что это незаконная сделка, и что у них просто все заберут бесплатно, например. Вот я считаю, что сегодня для любого гражданина Украины, у которого недвижимость в Крыму, самое время продавать ее россиянам, потому что она после войны вернется уже безвозмездно совершенно. Вот, а сейчас деньги можно получить еще. Вот, поэтому я бы не пытался анализировать, не говорил бы, вот сейчас-то уже совсем. Да нет, уже давно совсем, но это как, ну понимаете, в Германии же тоже было какое-то, вот Германия, какие-то законы, сорок, не знаю, четвертый, сорок третий год. Какие-нибудь немецкие офицеры продавали друг другу квартиры в Киеве оккупированном. Ну как, это же моя квартира, вот я ее продаю. И что потом кто-нибудь вспомнил, чья была квартира, или кому принадлежало какое-то предприятие там в этой Германии. Нет, все стерли так, и все заново. И есть замечательные доказательства этого. Вот страны Балтии, которые когда вернули себе независимость спустя 50 лет, 50 лет, они сказали все, что было за эти 50 лет, вот все эти законы, все эти ваши там ордена, должности, недвижимость, это все мы отменяем, это все было незаконно, это были оккупанты. А мы начали счет с 1940 года. Вот кому что принадлежало в 1940 году, тому теперь это снова и принадлежит. И будьте любезны, все съедьте, пожалуйста, из недвижимости. Вот все там советские партийные боссы, которые получали красивые четырехкомнатные квартиры в центре Старой Риги, всем под зад, просто выкинули и все. Поэтому в России все это тоже будет с нуля. Нечего сейчас даже пытаться. У меня есть очень маленькое дополнение, вы только что говорили о том, что один из известных россиян пытается оспорить, что его внесли в этот список киноагентов. Я сегодня читал новости о двух таких людях. Один очень популярный российский блогер, топ-блогер, и один очень известный ведущий и медиа деятель, скажем так. Ну, это Венедиктов и Юрий Дудь, собственно говоря, я о них... А, нет, я про кого-то слышал. Вы видите, это уже становится мейнстримом. А, вы еще про кого-то. Вы видите, это становится мейнстримом, да. Вы знаете, я еще хочу обратить внимание, вот вы говорили по поводу того, что все самые осознанные уже убежали из России. В 2019 году вообще Россия очень любит все косплеить у Беларуси. В 2019 году, когда Лукашенко взялся работать с телеграм-каналами и просто разрывать их в клочья, они искали людей, которые были подписаны на телеграм-канал и угрожали этим людям. Самое интересное, в России и в Питере, я знаю это достоверно точно, потому что это команда, которая работала с моими видеооператорами, ребята-операторы были подписаны на канал «Живе Беларусь», был такой телеграм-канал, и к ним пришли из ФСБ и сказали «Здравствуйте, вот вы подписаны на этот телеграм-канал, а теперь расскажите, что вы там хотели увидеть». И питерскую команду операторов вызвали на допрос неоднократно, а потом внесли их в список. То есть ФСБ скопировала работу белорусских каналов и прошла, сделала зачисточку у себя. То же самое касается словаря. Например, Беларусь решила заменить все термины на латинском и на английском новой белорусской говоркой, или как это правильно называется, то Таня бы гораздо лучше прокомментировала Мартынова, потому что, собственно говоря, она мне рассказала изначально эту историю, что абсурд дошел до того, что они начали переводить медицинские термины на белорусский, и уже врачи сказали «Ребята, вы чего, как так можно?». Потом в Крыму мы видим, что начали переводить термины и сленги на русский язык, и точно так же пытаются постепенно добираться и до общей мировой терминологии, которую используют везде, она не переводится. И вот в Беларуси сейчас, внимание, проходят допросы и аресты родителей и родственников оппозиционеров, айтишников, которые выехали из Беларуси. Как быстро скосплеят и эту тему? Как вы думаете, Михаил? Вы знаете, в Беларуси, когда вы говорили слово «репрессия», так вот в Беларуси это репрессия, вот это по-настоящему, это не как в России. Вот в Беларуси это не какая-то там небольшая публичная элита, скажем так, которая преследуется, ну публичная либеральная элита, которая преследуется. В Беларуси преследования дошли до, вот буквально до каждого тракториста, который выходил на митинг. Сколько человек в России по политическим делам, по политическим делам, подверглись, например, пыткам, вот физически, да? Я не знаю, надо смотреть там весь какой-нибудь темности интернешнл или кто собирает данные, но в Беларуси это минимум десятки тысяч, десятки тысяч только тех, кто подвергся пыткам уже, а может быть и сотни тысяч, но десятки тысяч зафиксированы оппозиционерами людей конкретно, потому что там реально приходят за каждым, реально за каждым, системно. И начиная с 2020 года, ведь тогда все засняли на эти камеры, да? И сейчас, в 2022 году все еще продолжают ходить по домам и из домов просто вытаскивают людей, поджидают в подъездах и так далее тех, кто попал на камеры в 2020 году на камеры видеослежения. Поэтому там это абсолютно системная работа. И поэтому вот я уже повторял такой тезис, что люди, которые в Беларуси, они в концлагере, причем именно вот прям в Аушвицце, понимаете, в лагере уничтожения. А россияне пока еще всего лишь в тюрьме, совсем другой статус. Вот, то есть у россиян все гораздо помягче. Вот, смогут ли россияне и станут ли они заморачиваться? Мне кажется, вы знаете, все-таки российский режим гораздо более ленивый. Давайте так скажем. Вот Лукашенко, он же совершенно не светский человек. Лукашенко по светским раутам, извините, не шляется. Шампанское не пьет. Так ведь? Дворца в Геленджике не построил себе. Да, там меня уже осуждали... Белорусские оппозиционеры мне уже упрекали, что я, дескать, выгораживаю Лукашенко, что он там себе построил что-то. Да несравнимо по сравнению с тем, что в России. Мы же сейчас в России давайте сравнивать, да? Вот не в абсолютном, а в относительном, в относительных числах. Все, что Лукашенко украл лично для себя, несравнимо в процентах с тем, что украла верхушка России. Все, что Лукашенко... Причем даже если делать скидку на размер страны, да? Все эти дворцы, ну господи, эти резиденции, да смешные они у Лукашенко. Что там он? Каравай лишний украл? Ну правда. Он все-таки человек, очень увлеченный именно политическим процессом. Именно тем, чтобы править Белоруссией, строить ее народное хозяйство. Он лично, слушайте, летает на вертолете и в тетрадочке бумажной, с ручечкой прямо, да, клеточку. Он помечает, где у него земли на парах, а где огурчики посеяны, а где не посеяны. Это вот всю территорию он пролетает. У каждого корабль судного дня по-своему обустроен. У кого-то это большой корабль, у кого-то это маленький вертолетик. Нет, вот нельзя сравнивать этих двух людей. Они настолько разные. Вот Лукашенко настолько к земле привязан, он косит траву сам и так далее. А Путин все-таки это такой светский лев, ну попытка сделать из себя светского льва, так сказать, вот эти все яхты, плавать. Он не занимается руководством страны, ему насрать абсолютно на все это. А Лукашенко нет. Нет, Лукашенко от этого не меньший зверь, не меньший, так сказать, преступник, не меньшего масштаба. И вешать, конечно, их надо. Ну вот я для себя там опять-таки, ну простую такую аналогию нашел, как Муссолини и Гитлер, да. Вот Муссолини это Лукашенко, а Гитлер, значит, это Путин. Поэтому да, повесят, повесят этого Лукашенко вверх ногами, в обязательном порядке даже не сомневайтесь. Но мне кажется, что не дойдет Путин до, могу ошибаться, как я уже сказал, саму Россию, внутреннюю политику, слабо понимаю, не дойдет до индивидуального преследования обычных людей, либеральных взглядов, обычных, не публичных, никаких, не дойдет в силу лени. Вот руки не дойдут. Деньги надо зарабатывать, воровать надо. Вон зерно свежеукраденное из Херсона продать надо куда-то, правильно? Он же вот эти вопросы, он занимается этими вопросами. Он звонит сейчас, я уверен, во все страны, говорит, слушайте, возьмите у нас зерно. Он звонит сейчас в Центральную Африканскую Республику, целый день названивает Путин. У него столько дел, это же деньги. А вы говорите, что тут кого-то преследовать. Не до этого, не до них, не до людишек Путину, мне кажется. Михаил, ну и, наверное, последний вопрос, раз уже мы вспомнили у Лукашенко. Сегодня уже говорили о том, какое будущее ждет Россию. Вы говорили, что она распадется на несколько государств, какие-то будут более успешные, какие-то менее, но все будет прекрасно. Что будет в Белоруссии? Ну, тут вот, кстати, этот вопрос, в отличие от России, еще не решен. Если про Россию я это говорю, конечно, это отчасти такой wishful thinking, да, то есть я хочу, чтобы так произошло, как жители Украины, нам, жителям Украины, нужно, чтобы Россия распалась, потому что мы понимаем, что мы сможем жить в мире с Кубанью, но не сможем жить в мире вот с этой большой РФ, искусственным образованием, так сказать, фашистским, да. Поэтому нам этого хочется, я могу тут ошибаться, ну, хотеть этого, поэтому так настаивать, да. Ошибаться не могу, не ошибаюсь, точно развалится. И, кстати, Каспаров хочет этого тоже, а значит, мы с Каспаровым вместе и развалим обязательно эту Россию, и все будем для этого делать. А вот у Белоруссии, у нее есть шанс, у нее есть шанс исторический, у белорусского народа есть шанс, поскольку белорусская оппозиция никуда не сбежала в массе своей, то есть многие сбежали, да, какие-то отдельные люди, но в Белоруссии это такое глубокое, вот эта оппозиционность, она в том числе ведь народная, ведь это было народное восстание 2020 года, это было круче, чем любая болотная площадь, куда вышла все-таки креативный класс, это было такое глубинное, правильно? И вот это глубинное там сидит, оно затихло, конечно, оно там сидит. И вот если воспользоваться ситуацией, если в нужный момент Белоруссия может стать в этой войне, как, вот вспомни опять, я вспомню Италию даже, да, Италия, 43-й год, Италию же потом оккупировали немцы в 44-м, по-моему, да, вроде как Италия была сначала союзником Германии, но после войны никто же не судил Италию, вот не было же в Нюрнберге итальянских каких-то людей, насколько я помню, потому что Италию все уже полюбили, она стала уже, типа, это наши ребята, просто их противные немцы оккупировали. И белорусы могут стать нашими европейскими ребятами, если вот сообразят, вот они поймают тот исторический момент, когда пора втыкать виллу Лукашенко, захватывать власть, но для этого им нужна одна вещь, им нужно переагитировать свою армию, которая сегодня уже отказалась, насколько я понимаю, воевать с Украиной, а там армия не вот эта армия садистов, насильников и убийц, как российская, нет. Там армия, это призывная армия, эти люди, большая часть армии, это призывники, то есть это ребята, у которых вот родители тут рядом где-то и так далее, эти ребята никого не собираются насиловать и грабить, в отличие от россиян. И если армия повернется против Лукашенко, а главное против россиян, то есть окружит вот эти российские скандеры, начнут по ним стрелять, начнут по ним стрелять, несколько раз достаточно выстрелить, чтобы русские убежали, понимаете, из Белоруссии. Вот им главное изгнать оккупационные российские войска. И Белоруссия станет свободной, это надежда и шанс. А уж в какие объятия возьмут Белоруссию балтийцы, балтийские страны, Польша и Украина, вы даже не представляете себе. Большое вам спасибо. Я думаю, что о том, смогут ли белорусы выгнать из своей страны оккупантов, которые хотят транзитом использовать их территорию, мы поговорим уже в следующем эфире. И мы будем очень рады с Василием, если вы еще раз согласитесь на эфир в нашей компании. Благодарим вас. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами был Михаил Шейтельман, политтехнолог, писатель, математик и просто приятный человек. Продолжение следует...